Доброго времени суток, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. У меня, детки мои, уехали к другим родителям, да? И чем вообще не выставлять видео, я лучше вам сниму тег. Тег это продолжение того тега, который я буквально на днях выставила. Значит, это будет вторая часть. Что я тут хочу вам показать? Хочу показать, что я связала рукав. Я во вчерашнем влоге говорила, но не показывала. Очень он получился у меня замечательный, как я задумывала. Единственное, что по толщине пряжа, конечно, отличается. Ну, ничего страшного, я не волнуюсь, не переживаю, так как это будет у меня, как я уже говорила, кофточка бабушкина для домашнего ношения. Да, ну, не столько для домашнего, сколько, ну, так вот, знаете, на подхват куда-нибудь, не для особого выхода. Хотя, первое время, мне кажется, можно будет поносить и куда душа пожелает. Она, в принципе, неплохо выглядит. Довольно-таки неплохо. Вот. Не знаю, получится мне в кадре вязать или не получится. Ну, посмотрим. Итак, дорогие друзья, здесь у нас еще 16 вопросов. Прошлый раз у меня получается видео грузилось. Я начала грузить вечером часов 6. И оно у меня загрузилось только на следующий день, утром. Поэтому я не знаю, когда вы увидите это видео. Возможно, оно загрузится вечером. А может быть и не знаю, когда. Вот. Не знаю, что происходит. То ли с Ютубом какие-то проблемы, то ли у меня с интернетом. Почему-то не видны аватарки. И тоже какая-то проблема. Да, кстати, я решила взять, повязать плед. Потому что, ну, там кардиган будет. Будут, во-первых, спицы стучать по столу. Во-вторых, там нужно выйти на определенный уровень, чтобы вязать. Поэтому повяжу пока плед. И еще, дорогие друзья, у меня под предыдущим влогом, не знаю, подписчица или просто зритель мне написал, ну, женщина мне написала о том, что она хотела якобы высказать свое мнение под видео. Но, типа, раз мое мнение со мной не сходится, то она, как бы, назову я это так, постеснялась его высказывать. Тот, кто со мной на канале давно, тот прекрасно знает, что я наоборот говорю, пишите свое мнение, отзывы и так далее. Если нет оскорблений, если нет негативных высказываний, которые затрагивают, ну, как сказать, ну, в общем, негатив он и в Африке негатив, да? В общем, если нормальный комментарий, да, но мнение отлично от моего, то почему нельзя высказываться? Я не знаю, почему обязательно мнения должны сходиться только с моими. Я не знаю, кто это так решил, что я слушаю только свое мнение. Я удаляю те комментарии, где я вижу, что откровенно идет либо сарказм, либо издевательство, либо еще что-то подобное. Поэтому не надо говорить то, чего нет. Вот, потому что очень часто что-то в последнее время приписывают мне то, чего я не делаю. Поэтому, конечно же, если вы хотите написать комментарий, высказать свое мнение, я буду очень рада его прочитать. Почему нет? Так, ну и, как я уже сказала, это продолжение тега, который называется «Взаимоотношения блогеры-подписчик». Это будет вторая часть. И первый вопрос второй части. «Кто для вас подписчики?» Просто цифра, источник дохода, имидж, поиск друзей, поиск компании единомышленников. Ох, сколько в одном вопросе вопросов. Я хочу сказать, что для меня лично вот все то, что было перечислено, это все. Мой канал, это для меня все. Первое. Просто цифры? Нет, не просто цифры. Потому что я до той цифры, которая у меня на сегодняшний день, шла целых 7 лет. Для меня это очень значимая цифра. И я же понимаю, что под каждой цифрой живой человек. Потому что буквально недавно, в феврале месяце, я уже где-то, то ли во влоге, то ли еще где-то, я уже об этом говорила, у меня висела строка о том, что скоро ваше количество подписчиков уменьшится. В связи с тем, что мы производим чистку, в общем, типа неживых аккаунтов и так далее. Но у меня на сегодняшний день цифра практически не изменилась. Наоборот, даже несмотря ни на что, у меня не сильно, но количество подписчиков растет. Я уже говорила и говорю, что, допустим, первоначально для меня вообще я за каждого подписчика прям боролась, что называется, почему, потому что, ну, очень мне хотелось дойти цифры 100, 100 тысяч подписчиков. Вот. Когда я дошла до этой цифры, ну, я не знаю, может быть, это был определенный какой-то рубеж, но сейчас я меньше обращаю внимание на то, какое количество подписчиков у меня подписывается и отписывается. Конечно же, жизнь течет. Каждый, как бы, имеет право и подписаться, и отписаться, да. Я хочу сказать, что, вот, буквально, в связи с недавними событиями, я думала, что от меня отпишется очень много людей, но у меня, опять же, как было, так и есть, хотя, некоторых я забанила, сама лично. Вот. И, ну, когда я выпустила одно видео, буквально через пару дней, у меня, наверное, отписалось человек 60 сразу. Ну, и на том и остановилась. Но, опять же, я хочу сказать, что каждый имеет право, допустим, соглашаться, не соглашаться с моим мнением. Ну, и повторюсь еще раз, оскорблять себя, слышать свой адрес, какой-то негатив, переворачивать мои слова и так далее. Я не позволю на своем канале, потому что, я уже, опять же, говорила о том, что, мой канал, это практически мой дом, да, это вот утрировано, но это мой дом. Почему в реале вы, когда заходите в чужую квартиру, вы не указываете, там, хозяйке, что вы, ты должна сделать вот так, а ты вот так, и, на самом деле, если какой-то конфликт интересов идет, эти люди расстаются. Согласны же вы? Если муж с женой даже расходятся, да, дети ругаются с родителями и так далее, то тем более подписчики, соответственно, и блогер могут расходиться и во мнениях, и во взглядах на одну и ту же вещь. во многом, во многом. Поэтому я абсолютно сейчас спокойно к этому отношусь. Конечно, раньше у меня немножко другое видение всего этого было, пока меня, как говорится, не научили. А научили опять те же самые подписчики или, ну, в общем, люди, которые смотрят, да, не обязательно могут быть и подписчиками. Мне, например, буквально недавно был написан комментарий о том, что я смотрю вас более трех лет, но не подписывалась. Сейчас подписалась. Я была очень удивлена, что такое может быть, что человек три года меня смотрел, но не подписался. Ну, опять же, ну, это его право, это его право так делать или нет. Дальше. Следующий вопрос в этом вопросе. Источник дохода. Конечно же. Это, конечно, неотъемлемая часть. Я говорила с самого первого дня, что у меня меркантильный интерес ведения моего канала. Я ни от кого это не скрывала. Многие там писали, ой, говорили, когда приходят на, ну, открывают свои каналы, говорят, что, ой, нет, я вот, чтобы ради того, чтобы развеять свою там сколку, ну, я не могу дословно сказать, ну, примерно так, там, для общения и так далее. А у меня все вместе. И для того, чтобы завести новых друзей, так как я, по сути, одинокий человек. А у меня сейчас столько друзей, столько подруг. Это вообще, это первое. Второе, для того, чтобы зарабатывать, как я уже сказала. И, конечно же, я делюсь тем, что я сама знаю. И, опять же, каждый из того, кто смотрит мои видео, определяет, нужно им то, что я показываю, или не нужно. У меня разнообразный контент. Допустим, я знаю, что вот влоги, не все смотрят у меня. Но, многие смотрят и многим это нравится. Я уже говорила, что мне тоже нравится вязать и слушать. Вот, когда люди снимают теги, ой, я сказала влог теги. Вот, допустим, мне нравятся теги. Кому-то не нравятся влоги. Кто-то приходит только за вязанием ко мне. Кто-то еще за чем-то. Поэтому, я, как бы, на своем канале и веду такой разнообразный контент, потому что мне неоднократно там указывали, ой, на вашем канале все, кися-меся и прочее, прочее. А у нас что, жизнь не кися-меся? У нас, допустим, у меня присутствует и то, что я готовлю кушать, и что хожу в магазин, и то, что вяжу, и все-все. Я все рассказываю всю свою жизнь. От ада я. Почему у меня должно быть узкопланово? Ну, если кому-то, опять же, повторюсь, что-то не нравится, можно всегда найти на просторах YouTube то, что конкретно будет нравиться. И мне говорят, вот вы такими своими высказываниями отгоняете от себя подписчиков. Ну, почему же я отгоняю? Ну, вот, каждый, опять же, слышит то, что ему хочется слышать. Я вот буквально сказала, вот человек пришел с негативом, там, за меня все решил, он не знает ни моей реакции, ничего, но он говорит, я подумала, ну, если ты так подумала, ну, что я могу тебе сказать, да, но, если ты за меня все решила, за меня все сказала, то я вообще, я говорю, если я вас раздражаю, зачем вы пришли на мой канал и потратили время для написания комментариев, на что мне было сказано, что я не ожидала, что я своим комментарием оскорблю вас, да, блин, да, как же оскорблю, если я вообще не оскорбилась, да, и не собираюсь оскорбляться, потому что у меня сейчас не то настроение, чтобы вообще обращать на какое-то там непонятно, что, за меня все решили и потом еще решили, что я еще и оскорбилась, ладно, по поводу имиджа хочу сказать да, и имидж тоже, знаете, очень приятно говорить, что, допустим, я иногда еду в такси, там вытягиваю телефон, что-то записываю, а мне спрашивают, типа, снимаете для каких целей, я говорю, блогер я, о, блогер там начинает там это, ну, когда я говорю, что у меня больше 200 тысяч подписчиков, люди, конечно, очень удивляются, начинают спрашивать, что я снимаю, о чем у меня канал и так далее, и, причем, не важно, молодые или взрослые, и, конечно же, знаете, гордость внутри, даже, знаете, не за то, что я там такая крутышка, да, только я, допустим, знаю, сколько, ну, было потрачено для того, чтобы такая цифра фигурировала, да, и только я, вот у меня, допустим, чувство гордости за себя, прежде всего, что мной проделан такой путь, и я могу этим похвастаться, это, конечно, хвастовство, я так считаю, но это такое приятное хвастовство, вот, поэтому имидж тоже присутствует. Так, второй вопрос, можете ли вы сказать, что любите общение с подписчиками или ответы на вопросы под видео, для вас вынужденное действие? Нет, друзья мои, для меня, конечно, не вынужденное действие, почему, потому что я отвечаю абсолютно на все комментарии, меня вы уличите в этом вообще никак, обвинить в том, что я не отвечаю на комментарии, я иногда могу, вот, как я, допустим, сегодня с опозданием на два дня ответила на комментарии, но отвечаю я всегда и на все вопросы, и мне очень приятно читать ваши комментарии, и я хочу сказать, что я же прекрасно понимаю, что связь должна быть двухсторонняя, что-то у меня дергается, экран, что ли, потому что мне хочется понимать реакцию людей, иногда я, допустим, спрашиваю какие-то вопросы в видео, и я вижу, что действительно люди смотрят мои видео, что они отвечают, это значит не просто там для, как, извините, для отмазки, а именно смотрят от начала до конца и слышат мой вопрос, отвечают на него, мне это очень-очень приятно. Иногда я спрашиваю какие-то советы, мне тоже пишут в комментариях, очень много, допустим, вот я бывает, что озвучиваю видео, там, допустим, по поводу какой-то пряжи, говорю, что впервые я вижу эту пряжу, мне тоже пишут в комментариях отзывы той или иной пряжи, но это же приятно, это же очень приятно, когда вот такая двусторонняя связь, я не знаю, мне лично приятно, я не знаю, поэтому нет, это у меня невынужденное действие, это, я считаю, что это такая же самая работа, да, не знаю, третье, готовы ли вы, что ваши подписчики будут делать вам конструктивные замечания, ваша реакция, блок, дизлайк, дневное отрицание, сарказм, игнор, удаление сообщения, благодарность за подсказку, сглаживание углов, но опять же, это то, что я уже немножко выше сказала, если сообщение изначально несет уже негатив, да, комментарий, вернее, то я даже иной раз и не дочитываю, понимаете, вот кому-то не нравится мое прицокывание, кому-то не нравится то, что я там вздыхаю, кому-то не нравится, как я, допустим, иду по дороге и пыхчу, как они мне говорят, но вы возьмите камеру и идите и разговаривайте, и, знаете, вот после таких замечаний я как бы заходила, ну, не заходила, а я вообще смотрю видео других девочек и обращала внимание на то, когда они идут и ровно или у них дыхание, или они тоже так же разговаривают, допустим, с придыханием, как я, да, все, даже молодежь, когда идет и разговаривает, у всех как бы дыхание немножко вот как бы а что мне говорить про мой возраст, ну, я сейчас уже не обращаю внимания, есть ли вот такие комментарии, да, я иногда смотря, что изложено в комментарии, могу и удалить, могу и отправить в бан, могу поговорить и разъяснить ту или иную ситуацию и мы можем прийти к общему знаменателю, как говорится, но по-разному бывает, но в общей массе, скажем так, находим общий язык и опять же, ну, я лично считаю, ну, зачем ко мне приносить что-то плохое, если вам кто-то испортил настроение, ну, я не хочу, чтобы вы приходили и этот негатив выливали на меня, опять же, вот я такая, какая есть, уже, ну, там, я как-то первое время говорила, что исправлюсь, там, и все остальное, но вы знаете, я не знаю, у нас просто здесь, допустим, у нас в регионе разговаривают, вот, буквально, опять же, я там ходила в магазин, купила куличи, да, я знаю, что вообще правильно их называть куличи, а у нас все здесь их называют пасками, и я, как у нас в простонародье говорят, так и говорю, это не потому, что я не по незнанию, там, или еще что-то, у нас все так говорят, и, ну, я как бы в комментарии написала, что, да, да, конечно, Пасха, ну, а что я еще должна написать, человек меня просто поправил, и все, может быть, это и конструктивное замечание, не знаю, я не обиделась, ничего, зачем я должна удалять этот комментарий, я посчитала, что это вполне приемлемо, почему нет, вот, бывает там еще какие-то там слова, вот у нас говорят так, а люди меня поправляют, ну, опять же, я там скажу, да, да, все верно, и иногда бывает, что я что-то забыла, название там или еще как-то, мне тоже пишут, я тоже не обижаюсь, а что обижаться-то, там, я не помню, что такое было, что вот буквально тоже недавно что-то такое мне прям несколько человек написало, одно и то же, и я говорю, спасибо за информацию, почему не поучиться, почему не узнать, нет, я же говорю, что ситуации бывают разные, комментарии бывают разные, люди приходят с разным настроением, некоторые приходят специально испортить тебе настроение, но дело в том, что я же говорю, это проходило на начальном этапе, когда я начинала вести канал, а сейчас уже такое не проходит, уже все, иммунитет вырабатывается спустя какое-то время. Так, четвертое, деструктивные, да я воспринимаю все замечания, там, опять же, в какой форме они сказаны, если мне говорят добрые слова, да почему же мне их не послушать, да, почему не принять хвальбу, это в какой-то степени дает стимул для того, чтобы мне в дальнейшем, вот допустим, когда я начала вязать вот эти вот пледы, сколько я позитивных комментариев, сколько слов приятных выслушала, и то, что стимулировала я, и то, что спасибо за идею, там, давно искала такой узор, хочу связать, кого-то я просто заразила, не только подписчиков, но и сколько блогеров связала, пусть там два, три, но тем не менее, вязали же такие пледы, да, как у меня, поэтому, ну, мне, конечно, говорят, ласковое слово даже кошке приятно, а почему мне не должно быть приятно, и, ну, я думаю, что любого, когда похвалят, если заслуженно еще, ну, есть за что похвалить, то почему бы нет, это же не то, что я там ничего не сделала, а мне там оды поют, как некоторые там не пишут, да, поэтому по хвальбу я тоже люблю. Пятое, а как различаете критику? Ой, не знаю, вы знаете, как, ну, как ее различать, если откровенно человек говорит, там, кого-то не устраивает, как я держу крючок, ну, пишут, да, о том, что вы неправильно держите крючок, это же критика, правильно? Кто-то говорит, что я быстро вяжу, а уже ж я неоднократно рассказывала о том, что если вы не успеваете за мной, то скорость можно переключить и там будет показывать будут медленнее. Кто-то говорит, что наоборот, надо меньше болтать, а говорить быстрее, это же критика, критика, я так думаю, вот, таким образом вот и различаю, как мне пишут в комментариях, так вот и понимаю, ага, вот это критика, вот это не критика, я не знаю, я не сижу специально, не выискиваю, но критиканов у нас много и всегда находятся те, кто, как говорят, гаишник всегда найдет чему прикопаться, да, но есть такие люди, которые находят, они всегда найдут к чему прикопаться, если тут ты сделаешь нормально, то они найдут там в другом месте в каком-нибудь, шестое, как вы реагируете на эмоциональное выражение чувств, вашу сторону в позитивном или негативном ключе, например, я вас люблю, вы мой любимый блогер, или какой отвратительный свитер, он вас уродует, да, одинаково реагирую, за похвалу говорю, большое вам спасибо, за добрые приятные слова и пожелания, ну, потому что чаще всего, что помимо добрых слов, опять же, возьмем к примеру мой плед, да, сколько замечательных слов было сказано, что и цветовая гамма, и подобран узор, там, и все остальное, сочетание вернее, и прочее, прочее, вот, по поводу свитера, вот, допустим, да, я связала свитер, вот этот вот мой с полосками, да, даже изначально люди, те, которые писали негативный комментарий, еще только я начала вязать и говорила, что я буду вязать с полосками, мне начали писать, куда вы на себя с полосками, они будут вас полнить и пятое, десятое, но когда я связала, тот же самый человек, который говорил, что зачем вы вяжете с полосками, он вас будет полнить, забрал свои слова обратно и сказал, да, действительно, а я сказала, что не все полоски полнят, и еще как бы не видели полной картины, да, выводы делает заранее, ну, вот по-разному я стараюсь идти на компромисс, ну, как бы объяснять человеку, скажем так, ну, если уж человек не слышит ничего, ну, зачем мне его переубеждать, потому что столько информации имеется в интернете, да, просто можно забить, я вот, например, всю информацию беру в интернете, вот всю информацию, даже вот сегодня клеили мы с дочерью пленку на окна, да, я во вчерашнем логике говорила, что купила пленку, чтобы помогли мне ее на стекло повесить, да, вот они сегодня с утра мне пленку эту вешали, и мы смотрели в интернете, я ввела поисковик, как приклеить солнцезащитную пленку к стеклу, и там выскочило несколько видео, и мы смотрели, и такой информации в нынешнее время очень много, я говорю, что по всем своим вопросам я нахожу информацию в интернете, вот, так, седьмое, будете ли вы исправлять дефект, освещение, использование слов паразитов, вырезать кашель, и так далее, на видео, или так сойдет, вы знаете, по-разному, скажем так, освещение, мне исправить, вот, какое оно у меня есть, у меня оно уже лучше не будет, мне просто нечем не было исправлять, вот, я и так стараюсь сделать его по возможности, слова паразиты, не знаю, я в общем-то стараюсь тоже не использовать их по возможности, но по возможности вырезаю, если я где-то заметила, что я использовала какое-то слово паразит, кашель, стараюсь регулярно вырезать, потому что на самом деле он у меня присутствует постоянно, сейчас вот нет, потому что буквально недавно, месяц назад я уколола себе уколы, сейчас пока кашля нет, а так он же меня все время, все время преследует этот кашель, поэтому мне приходится вырезать, но иногда бывает такая ситуация, что допустим вырезать мне невозможно, вот как я вчера, я на скорую руку снимала, на скорую руку выставляла и на скорую руку прослушивала, не зная как там, честно, практически ничего не правила, потому что ну нет времени, возможности, поэтому иногда бывают и такие моменты, вот сегодня скажем так у меня время есть, сейчас у нас вот детки уехали, выставлю сейчас видео, сегодня не буду ничего уже не убирать, ничего делать, а завтра с утра уже займусь своими домашними делами, что-то буду делать, поэтому так, где ты у меня, почему резкости нет, да, нет резкости, или это у меня резкости в глазах нет, вот, и получается что спокойно смогу посидеть, послушать, обратить внимание на свои ляпы, как это называется, да, и по максимуму от них избавиться. Восьмое, будете ли переснимать видео, если при монтаже увидите, что есть качество или содержание ненадлежащего качества, да, иногда бывают такие ситуации, но чаще всего я это вижу сразу, потому что, допустим, как вот сейчас я, даже отвечая на ваши вопросы, я делаю, ну, вяжу через камеры, не на ваши вопросы, на вопросы тега, да, я вяжу и смотрю через камеру телефона, поэтому я вижу какие-то вот недостатки, и поэтому обратила внимание на то, что туда-сюда прыгает резкость, вот, но резкость, скорее всего, что прыгает из-за того, что на улице то заходит солнышко, то выходит солнышко, поэтому по этой причине и прыгает туда-сюда резко с телефона, вот, и очень часто, конечно, бывает, что я переснимаю, особенно, когда я снимаю себя лицом, да, то я вижу, что то, деформация такая, того или сего, поэтому чаще всего я переснимаю, бывает, когда мастер-классы, особенно, когда я снимаю мастер-классы, я переснимаю многократно, очень много переснимаю, у меня бывает по полтора часа съемного материала, да, выставляю минут 20-30, и даже в процессе того, как там начиная редактировать, что-то доснимаю и так далее, ну, скорее всего, что тот, кто не снимал мастер-классы, тот, наверное, не поймет меня, кто снимал, тот, конечно, поймет, это первое, второе, мне все-таки кажется, что у каждого своя особенность съемки, кому-то возможно это легко дается, как по массу, у меня тоже иногда бывает, вот вы знаете, я когда снимала видео на вот этот узор, к примеру, по бабушкину квадрату, по вот этому, я показывала мастер-класс, я его сняла на одном дыхании и в одном дубле, а иногда бывает, начинаешь снимать, но вот не идет, вот ты хоть караул, кричи, не идет и все, ну, снимать-то надо, потому что люди ждут, я уже запланировала, что у меня, допустим, будет мастер-класс на сегодня, поэтому я беру и снимаю, сколько дублей надо, столько и снимаю, иногда просто вот жалко время столько тратить, потому что за то время, которое я вот снимаю дубли, монтирую и так далее, и так далее, могла бы много чего другого сделать, в итоге я трачу драгоценное время, которое невосполнимо ничем, и, знаете, материального вознаграждения, раньше оно было хотя бы маленькое, сейчас вообще никакого же нет за монетизации на ютуб, мне даже задавали вопросы, Ирина, монетизации нет, а вы же говорили, что вы типа из-за денег на ютубе, но вы не уходите, я, друзья мои, рассказывала, что у нас сегодня так, завтра может быть по-другому, да, жизнь такая непредсказуемая, просто не знаешь, проснешься, что тебя ждет завтра, в чем мы собственно и убедились, это первое, второе, семь лет жизни потрачено, семь лет я вкладывала свое время, свою жизнь, свои усилия и прочее, прочее, просто так все это бросить, мне очень жалко, и знаете, есть такая поговорка, она может быть грубо прозвучит, мы в ответе за тех, кого приручили, мне не хочется терять связь с людьми, которые меня ждут, и которые в любое время всегда поддерживали меня, да, есть, конечно же, опять же, может, грубо я назову это, залетные, да, пришли, ушли, но очень много ведь постоянных, которые приходят изо дня в день на мой канал, только ради этих людей, я продолжаю его вести, и в надежде на то, что все-таки все нормализуется, все будет хорошо, YouTube восстановит себя так же, как и был, ну, на все нужно только время, мы в нашей жизни чего только не переживали, как говорится, все проходит, пройдет и это, это первое, и второе, ну, я не знаю, какое по счету, там может уже не второе, я дублирую контент, что на YouTube и на Дзене, вот сегодня, например, я села, открыла все мастер-классы по новой, почему, потому что, ну, как бы, выждала определенное время, я скачала себе на переносной жесткий диск все свои мастер-классы, ну, всю нужную информацию, скажем так, да, она, собственно, у меня и была, но она, та, которая у меня была, это в первоначальном варианте, да, по новой ее перерабатывать, как бы мне не хотелось, поэтому, ну, есть возможность скачать, почему бы нет, да, если люди копируют мои видео и выдают за свои, то почему бы мне свои не скопировать, да, вот, и я открыла все опять по новой мастер-классы, так что пользуйтесь на здоровье, не знаю, я сегодня так решила, что пусть будут открытые, раз YouTube продолжает пока работать, да, не закрывает нас Роскомнадзор, а дальше как время покажет, да, и в общем ну, не знаю, вот сегодня проснулась и решила, и открыла, а дальше будет видно, так, девятые, будете ли развиваться в съемке дикции, учиться чему-то новому, чтобы быть интересной слушателем, а не говорить и делать одно и то же, ой, друзья мои, всегда хочу, всегда у меня желание развиваться во всем, учиться во всем, но, честно скажу, или я ленивая, или все-таки возраст берет свое, или я не знаю что, или может быть действительно у меня где-то что-то не получается, где-то я что-то не дорабатываю, потому что на протяжении многого времени у меня количество просмотров практически одно и то же, никак не хочет переваливать за 10 тысяч и все, с переменным успехом идет вот чуть больше 5 тысяч и уже вот сколько времени, значит, что-то я не дорабатываю, что-то неинтересно, ну, а с другой стороны, видите, я снимаю каждый день, каждый божий день я практически снимаю, вот за исключением последнего времени, да, и что в итоге получается, что жизнь же у меня не бьет ключом, так что я не путешествую, у меня нет семьи, скажем так, да, чтобы где-то кого-то так показывать, как там показывают, деток, собачек, кошечек, там, прочее, 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 и, ну, может быть и неинтересно, ремонты каждый день делать я тоже не могу, и, и, ну, в общем, как-то так, я, допустим, то, что снимаю, скажем, так и снимаю, может, как-то что-то мне где-то стукнет голову и меня как-то переключит на что-то другое, я даже не могу сказать, не знаю, но пока вот так вот. Десятый вопрос. Будете ли пробовать новые техники, чтобы было о чем рассказывать? Ну, собственно говоря, если то, что касательно вязания, да, если вопрос задается относительно вязания, конечно же, я пробую, все, что, ну, как говорится, меня интересует, я обязательно пробую. Иногда получается, иногда не получается, по-разному, не могу никак приловчиться и все. Вот вы говорите. Вот даже сидя здесь, сейчас, стараясь настроиться, чтобы было удобно вязать и рассказывать, вот, конечно же, жизнь не стоит на месте, хочется всегда чему-то новенькому научиться, очень много заманух, назову я это так, потому что все равно, как бы то ни было, мы живем век информации, да, интернет есть, много интересного выставляется, и поэтому, так как я любознательный человек, много чего вижу, и, соответственно, мне хочется то, что вижу, воплотить жизнь. По этой причине, я думаю, что еще столько всего есть, чему бы мне хотелось научиться, и я думаю, что я все-таки буду учиться. Дай Бог здоровья и всего остального, что к этому прилагается. Так, одиннадцатое, будете начинать снимать МК по вещи, которую здесь вот вышиваете, выкладываете в первый раз. Ну, скорее всего, что вяжете. Ну, этот вопрос, конечно, скорее всего, не такой, не для меня, потому что я практически по всем своим изделиям, которые вязала и показывала, выставляла мастер-классы. За некоторым исключением допустим, последние кокетки, которые у меня спрашивали, да, Ира, давайте сделаем МК, Ира, свяжем. Я уже объясняла причину, почему я не выставляю и не снимаю мастер-классы кокеток, потому что, ну, вообще непонятно ситуации, что будет с Ютубом, да, это первое. второе, как бы, вот выбрала я такие кокетки, что, чтобы, допустим, на мой размер связать, нужно внести какие-то изменения. Я, ну, не могу вас вводить в заблуждение, вот, я распустила свою эту, все называют ее голубую кокетку, пускай она будет голубая, но она в реалии серо, серо-голубая. Вот, и получается, что я бы вам сказала, рассказала, вот так вяжется это, а вы бы потом начали мне писать, как, допустим, многие пишут, я рассказываю, что я там вязала на такой-то размер, они начинают вязать на слой, и у них не получается, и они начинают меня обвинять. Очень много комментариев приходит, Ирина, вот сколько вы бы набрали петель на 50 или 54 размер, да я никогда не вязала, как я вам могу рассказать, я делаю всегда расчеты, на все свои изделия я делаю расчеты, как я вам, что я должна связать за вас образец, постирать, за вас рассчитать и сказать вам, но я не знаю, уже вот сколько раз говорю, мне кажется, что и многие другие девочки говорят об этом, но тем не менее, все равно люди приходят, на что они надеются, я не знаю, ну, может, кто-то им так и говорит, лишь бы отвязаться, но я так не могу, поэтому, когда у меня все устаканится, когда сто процентов, вот если, допустим, по бабушкиному квадрату, что выдумывать, там никаких изменений, хоть шаг влево, хоть шаг вправо, да, поэтому, если такие, есть мастер-классы, где не нужно, допустим, за что-то переживать, я всегда выставляю без проблем, допустим, по этим кокеткам, которые я вяжу, я еще сама не уверена в них, потому что получается, вот те схемы, которые я взяла, они, видимо, размер, да не видимо, на меньшие размеры, да что ж ты у меня все прыгаешь, я не пойму, вот, и, конечно же, когда я начинаю вязать на свой размер, мне приходится под себя перерабатывать, и не всегда получается так, как надо, вот, поэтому, вот, кокетку я у дочери спросила, она сказала, ей не нужно, и мне пришлось распустить, сейчас я по ней вяжу другую кокетку, не знаю, как получится, я ее не полностью распустила, до определенного момента, и уже начала вязать, но пока еще даже картинку не вижу, что-то получается у меня или нет, так, двенадцатое, сколько аналогичных предметов вам нужно вышить, чтобы заявить, что вы будете делать МК, так, ну, эти вопросы, получаются к вышивке идут, ну, допустим, скажем так, многие свои мастер-классы, перефлорозирую, да, сколько вам нужно типа связать, да, чтобы потом снять мастер-класс, я уже думала на эту тему, по поводу взять этих кокеток, да, что я свяжу кокетку, как только она на меня ляжет, будет все хорошо, вот, допустим, как я сейчас вяжу эту свою кофточку, если она на мне хорошо, я уже об этом говорила, там, померила, все отлично на мне сидит, как мне нравится, и все остальное, да, вот, как только я вот эти слова скажу, я просто в малом варианте, то есть, не буду вязать новую кокетку большую, просто наберу маленькую кокеточку, расскажу, там, допустим, чтобы вошел рапорт, допустим, узора, да, и расскажу, как она вяжется, покажу, объясню, и все остальное, я уже думала на эту тему, поэтому я пишу, что не обещаю, но я над этим думаю, вот, как только все звезды сойдутся, да, это ж мне никогда не жалко было, и это как бы в моих интересах прежде всего. Тринадцатое, вы будете делать выводы, которые озвучиваете на своем канале с чужих слов, из печатного издания, или сначала проверите сами, конечно, я вначале проверю сама, что и делаю, знаете, иной раз, вот, допустим, сейчас, вот у меня уже присутствует какая-то накопительная усталость по поводу того, что я не могу сказать, я сплю вдоволь, даже могу сказать, что сплю даже больше, чем обычно, ну, скорее всего, что может из-за того, что детки рядом со мной, что вот эти положительные эмоции, может от того, что все-таки нагрузка на меня больше, чем обычно, и я вот ложусь и сплю до самого утра и много сплю, но все равно вот какая-то затуманенность у меня идет в голове, назову я это так, в том смысле, что, допустим, буквально недавно попалась мне статья, которая мне нужна, и я ее пыталась прочитать, я прочитала один раз, не поняла, второй раз прочитала, не поняла, вот просто не откладывается она у меня в голове, вот представляете, и в конечном итоге я ее отложила и решила, что я отдохну с новыми силами, мне не к спеху, и я тогда, там нужно вчитываться внимательно все, как говорится, для того, чтобы понять и по полочкам все это разложилось, поэтому, да, бывает, что чужие, как говорится, слова слушаешь, и не всегда можешь сделать выводы, я тоже это откладываю на потом, но никогда, никогда, всегда я проверяю сама, а потом уже озвучиваю, 14, вы признаетесь перед подписчиками, чтобы, вы признаетесь перед подписчиками, что вы не правы ранее, если поймете, что ошиблись или изменили мнение, да, конечно, всегда это делаю, я, как видите, уже отложила вязать, потому что как-то дергается у меня камера, когда я вяжу, тут осталось пара вопросов, да, очень часто бывает, вот, ну, как вот, взять же опять эту же кокетку голубую, я все возвращаюсь к ней, не могу, сказала, что отложила сама, руки чешутся, все равно надо что-то делать, вот, если вот она у меня не получилась, почему я буду говорить, что все хорошо, все отлично, чтобы кому-то было, как говорится, замазать глаза, нет, абсолютно нет, я признаю свои ошибки, если где-то ошиблась, и считаю это не зазорным, я живой человек, могу ошибаться, бывают, знаете, какие-то слова, вот, не знаю, чего так бывает, что думаешь одно, а говоришь другое, очень часто у меня это такое бывает, я даже в видео, допустим, когда начинаю его переслушивать, сказала, допустим, какое-то слово, не то, которое должна была сказать, но я знаю, что я хотела это сказать, это слово, бывает, что вот в текстовом формате прямо накладываю на видео, потому что, ну, я же понимаю, что я ошиблась, вот, так что ситуации бывают разные, как я уже говорила выше, пятнадцатое, вы загрузите МК, если будете сомневаться в правильности расчетов или логики построения изделий, нет, не загружу, это сто процентов, бывает, знаете, даже, скажем так, что загружаешь видео, и потом уже в процессе поднимаешь, вот у меня, допустим, было какое-то видео, а, сейчас я вспомнила, я вязала квадрат для пледа, белый плед у меня есть, по нему еще моя соседка вязала, тоже красиво покрывала плед, я буквально то ли сегодня, то ли вчера выставляла, уже запуталась я в днях на Дзене, это видео, и получается я там полностью второй ряд, то ли неправильно я сказала, то ли я его вообще пропустила, ну, не озвучила, может вырезала, может быть еще как-то, но я указала все это под видео, то, что там расписала, объяснила, вот, извинилась, что видео допустило ошибку, отсутствует второй ряд, и вот его нужно вязать так-то и так-то. Так, шестнадцатое, вы будете утверждать, что ваш способ единственно правильный, если не попробовали других, нет, конечно, не буду утверждать, особенно в вязании их столько способов, что я не знаю, одних регланов только вон сколько, округлых кокеток сколько, и название тоже, и анатомический, и Хейвард, и то, и сё, и пято-десятое, так что, ну, когда уже попробуешь, допустим, я могу сказать, что сто процентов на мой размер мне не подходит классический реглан. Вот это я могу утверждать с уверенностью, потому что я на себе попробовала, испытала, и могу стопроцентно сказать, что мне классический реглан не подходит, в силу того, что я женщина крупная, солидная, и вот эти, вот этот вот классический реглан, он, конечно же, для хрупких девушек, стройненьких, худеньких, мне этот вариант не подходит, зато другие варианты подходят, поэтому, конечно же, ну, я стараюсь жить так, чтобы, как говорится, не было мучительно больно, но, опять же, сделаю оговорочку, я не соточка, в том смысле, что не стопроцентно у меня, я не пою себе дифирамбу, у меня очень много недостатка, у меня много недочёта, у меня, я простой человек со своими плюсами и минусами, и никогда себя не возвеличиваю, хотя некоторые там говорят, нет, то, что я простой человек, я всегда говорила и говорю со своими недостатками, со своими, у меня тоже есть и вредность, и прочее, прочее, и характер, не подарок, и, ну, не знаю, в общем, я думаю, что во мне намешано всё, дорогие друзья, это был последний вопрос, спасибо вам, что вы досмотрели этот тэх до конца, желаю, как всегда, всем добра, хорошего настроения, здоровья вам и вашим близким, солнышко, душе и над головой мирного неба, и я с вами на сегодня прощаюсь, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина.